как правильно избавляться от старых фотографий многие из нас наслышно слышно об опасностях подстерегающих людей через их же портрет на фотоснимке давайте мы с ним в этом видео с вами поговорим о том почему запрещено выбрасывать фотографии и чем это 3 чревато для вас дальнейшей жизни и давайте поговорим о том расскажем вам о обряде который вы можете проводить если вы решили уничтожить такие фотографии знаете что фотоснимок это не просто запечатленное мгновение а очень опасная вещь почему потому что на фото фиксируется все ваша энергетика мысли чувства и эмоции можно сказать что фото это миниатюрная копия человека фиксирующая фиксирующая его состояние момент съемки поэтому выбрасывать такие снимки очень опасно однако многие альбомы и фотоархивы набиты огромным количеством ненужных снимков на которых запечатлены чужие люди незнакомые лица непонятные пейзажи а возможно фотографии которые бесцельно занимают место у вас доме или в квартире это такая традиция собирать фотографии сложилась у нас еще с советского союза когда у каждого дома были фотоальбомы и каждый старался запечатлеть каждый момент особенно были уважаемые люди у кого были фотоаппараты вы если вы помните вот эти пленочные фотоаппараты и соответственно так появлялось достаточно очень много много фотографий и каждый старался себе создать свой фотоальбом возможно где-то вы может вы увидели какие-то красивые разрисованы но дело в том что время прошло закончилась то и сегодня у нас есть у всех мобильные телефоны есть всевозможные социальные сети и жесткие диски и соответственно вот это вот кипа фотографий появляется не нужно эти как какой-то своеобразный мусор но знаете что это не просто мусор эта информация это ваша энергия и поэтому давайте мы начнем с того с вами поговорим о том как же избавиться от таких фотографий без вреда для вашей энергетики и мы с вами обсудим некоторые правила как правильно это делать но давайте перейдем как мы поговорим о инструкциях как правило как уничтожать такие фотографии давайте поговорим о том что нельзя делать с фотографиями знаете они живые у них есть своя энергетика и так запрещено выбрасывать цельные фотоснимки причем совершенно неважно нравится вам эта фотография или не нравится фотография но вот так вот просто выбрасывать мусорку нельзя во вторых знаете что снимок может попасть в недобрые руки по фото легко навести порчу и провести обряд при помощи которого можно передать чужие проблемы и болезни владельцу снимка поэтому пожалуйста будьте осторожны когда вы решили вот выбросить такие вот фотографии это знаете часто еще бывает у молодых девушек которые встретили свою первую любовь а потом что-то не сложилось и в это время собирались фотографии и вот теперь нужно все срочно порвать уничтожить и так далее не спешите знаете что на этих фотографий присутствует ваша частичка запрещается друзья также рвать фотографии особенно если на них изображено несколько людей таким образом можно разрушить свою жизнь накликать беду лишиться счастья и удачи кроме того друзья снимки умерших необходимо как держать так и уничтожать отдельно от фотоснимках живых противном случае можно привлечь неприятности в жизнь запечатленных на фото людей ну а теперь друзья давайте мы с вами поговорим о том как же избавляться от старых фотографий правильно существует несколько самых безопасных и легких способов избавиться от старых фотоснимков ну конечно передать их на бессрочное хранение родственникам вы помните что передавая таким родственникам вы должны быть уверены на о том что они на вас не накликают никакую беду что они с вами открыты честной и не наведет не наведут никакую порчу на вас и на лин и на вашу семью далее само вы можете конечно же сложить коробку и убрать в дальний ящик возможно также сохранить на электронном носителе а вот ненужные фотографии мы вы можете придать огню и так вот друзья выбрав сожжение как способ избавления от ненужных фотоснимков вы должны следовать следующим инструкциям прежде чем сжечь фотографии вам необходимо морально подготовиться если вы твердо решили уничтожить снимки пообещайте себе не сожалеть о принятом решении вы приняли решение что вы хотите сжечь именно эти фотографии под тем или иным причинам всякое в жизни бывает это понятно хорошо значит вы приняли все проводите обряд сжигания которым мы далее вам и расскажем но на следующий день не вспоминайте об этом ни о чем не сожалеете вы уже это сделали отпустите далее подготовьтесь технически обязательном порядке выберите место и время для проведения небольшого ритуала далее друзья предварительно отсканируйте нужные фотографии и запишите их на электронный носитель это может быть жесткий диск флешка сейчас в наше время такое вот развитая технологически наш прогресс он расширяется увеличивается соответственно появляются всевозможные носители поэтому купите и перенесите туда вот эту информацию друзья пересмотрите все фотографии и убедитесь в том что они больше вам не понадобится что мы дальше делаем мы с вами друзья идем магазин супермаркет и покупаем соль соль должна быть новая быть чисто приносим ее конечно домой если вы решили не сразу проводить ритуал а через какое-то определенное время пусть она у вас полежит но не так что она лежит у вас месяцами впитывает вашу энергетику то есть вы должны прийти купить то есть вы заплатили за нее денежку пришли и через какой-то определенный период времени допустим через день через два или на выходные вы должны провести ритуал то есть вы решили сжечь фотографии далее вам понадобится емкость обязательно порядке куда вы насыпите эту соль и так вы подготовили посуду емкость туда насыпали соль и опускаете каждое фото в соль так чтобы снимки были полностью засыпаны если фотографии очень много разделите их на несколько маленьких пачек и проведите ритуал в несколько заходов старые фотографии кладутся стопкой после чего произносится простой заговор и друзья этот заговор вы сейчас видите на экране все все доброе при мне останется все дурное в огне расплавится стихия огня сохрани меня когда вы складываете стопкой произносите вот этот заговор постарайтесь его выучить если нет туда от руки именно перепишите и положите так чтобы ваши глаза могли все это время видеть и его этот заговор произносить далее что мы делаем мы фотоснимки сжигаем по одному что возможно занять некоторое время поэтому следует заранее выбрать подходящий день именно для этого небольшого ритуала друзья пепел не выбрасывается а смывается вместе с проточной водой избавляться от старых фартака фотокарточек от ваших фотографий желательно в период убывающей луны и помня конечно о мерах безопасности избавившись от фотографий необходимо поставить свечку церкви именно за здравие так вы бережете себя людей которые были на фото от энергетических проблем также друзья мы считаем что нельзя хранить дома фотографии которые вас раздражают нервируют вызывают страх или любые другие негативные эмоции знаете что любые старые ненужные фотографии необходимо либо убрать в тайное место либо сжечь как сжигать такие фотографии мы рассказывали вам сегодня в этом видео и вы на мы надеемся вы этим советом этом рекомендации этот совет эту рекомендацию вы используете в своем ритуале и правильно конечно проведете поэтому друзья пожалуйста будьте внимательны и осторожны когда вы избавляетесь от фотоснимков следуя инструкции помните что фото является мощным проводником энергетики это ваше право верить в это не верить но мы все построены и созданы из энергии поэтому все то что у нас есть в руках что мы видим нашими глазами материальном плане знаете что все состоит из энергии поэтому если вы решили уничтожить фотографии это вы можете сделать и мы вам рассказали как это нужно сделать помните мы делаем это на убывающую луну как узнать когда убывающая луна берете открываете интернет и смотрите лунный календарь но смотрите календарь не один который прилагается в интернете а несколько почему потому что очень часто бывает что кто-то один ошибается или где-то опечатка поэтому посмотрите возьмите несколько сайт и вы посреди она в эти дни будут убывающая луна могу я провести этот ритуал пожигание фотографии или не могу ага могу отлично не могу значит вы смотрим когда нас по лунному календарю на следующий например месяц мы вы можете это сделать друзья но с вами был канал эзотерика для тебя мы рады что вы с нами нам приятно что вы пишите комментарии что вы даете свои советы и рекомендации подписывайтесь на наш канал потому что нашем канале постоянно выходит новая интересная и правдивая информация ставьте лайк если вам понравилось это видео ну а также пишите ваши вопросы и комментарии мы вам желаем быть здоровыми и счастливыми быть гармоничными и находиться в потоке постоянного созидания но с вами был канал эзотерика для тебя мы прощаемся друзья вас обнимаем целуем и услышимся уже в следующих эфирах пока пока